Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами разбираем такой волшебный глагол, как «être». Мы разобрали с вами «avoir», а теперь пришла очередь глагола «être». И сегодня мы разберемся, какие времена есть в этом глаголе, и что же хитрого есть в этом глаголе. «Etre» переводится как «быть». Но на самом деле, на практике он не так переводится. То есть мы не можем сказать «я», «там», «буду». Это будущее. В настоящем времени этот глагол никогда не переводится. Поэтому он такой хитрый. Мы иногда можем его не видеть в предложении, а он обязательно присутствует. Итак, приступаем. «Etre». Самое мое любимое время – это «présент». И мы как раз его разбираем. Что такое «презент»? «Презент» – это настоящее время. Как вы видите, что он спрягается именно «суи», «э», «э», «сом», «эт» и «сом». Как пишется «суис», «ес», «ест» тут легко, дальше «сомес», мы так пишем, потом «этэс» и «сом». А теперь правильно произносим. «Je suis», «tu es», «il est», «elle est», «nous sommes», «vous êtes». Откуда взялась здесь «зэт»? Вы видите, что здесь «этэс» с гласной буквы начинается, и поэтому у нас получается «vous êtes». «vous êtes», и в конце «ils sont», «elles sont». Превосходно. Далее. Следующее время. «Emparfait». «Emparfait» я разбирала в прошлом уроке на примере глагола «avoir». «Avoir» – это… то есть мы разбирали там время, когда отвечали на вопрос «что делал». «Emparfait» – это прошедшее время, которое отвечает на вопрос «что делал». Не «сделал», а «делал». В данном значении с глаголом «être», поскольку он переводится «быть», «был», «я был на празднике», «я был в парке», «он был на рынке» и так далее. То есть у нас глагол «être» – он не переводится только в настоящем времени. И о чём я говорю? Я об этом потом расскажу, да? А в остальных временах, в прошедших, в будущих «être» переводится только так. И вот в данном значении что делал? «Я был», «ты был», «он был», «она была», «мы были», «вы были», «они были». Как это будет? У нас основа будет «эт», да? Как вы видите, что это как «ес» оксанты «гю», да? Получается как с чёрточкой, да? И «т». И добавляется окончание, которое мы уже знаем, да? «Аис», «аис», «аид», «аид», «ионс», «иеза», «аиент». А как же это будет произноситься? «Жете», «тю» «эте», «иле» «эте», «эль» «эте», «ну зэтьём», «ву зэтье», «иль зэте». Я «эль» множественное не беру, потому что здесь идентично. Откуда взялось вот это «ну зэтьём», «ву зэтье», правда здесь у меня в транскрипции ошибочка не «ну зэтье», а «ву зэтье», потому что опять глагол начинается с гласной буквы «этье», да? И мы будем, буква слияния произносится, да, «эс», когда сливается с гласной буквы, получается «зэ». «Ву зэтье», давайте вместе. «Жете», «тю ете», «ил ете», «эль ете», «ну зэтьём», «ву зэтье», «иль зэте». Превосходно! Мы можем сказать «я был в парке», это «жете» «дан ле парк», «я был в магазине», «жете» «дан ле магазин», то есть вы видите, что здесь у нас «этра» переводится во всех временах, кроме настоящего. Ну и наше самое любимое время – это «пассе-композе». «Пассе-композе» – это прошедшее время, которое отвечает на вопрос «что сделал?» «закончено», то есть я побывал уже в магазине, я, то есть это уже всё сделал, да? И здесь, поскольку «пассе-композе», оно и состоит из двух слов, да, «пассе» и «композе», значит здесь будет «прошедшее», «закончено». То есть мы сначала пишем вспомогательный глагол на 90%, это всегда глагол «avoir». А второе место занимает глагол «пассе-пассе», то есть это сам виновник нашего разговора, это глагол «этра». Он будет очень легко, как вы видите «этэ» с такими чёрточками, по-французски, кстати, «лето» так, «этэ». Здесь очень легко, да, буква «тэ» между двумя вот этими «е», как бы с чёрточками, как проще сказать. Но и, разумеется, как это всё правильно читается, «avoir» я уже не буду произносить, вы знаете, потому что это было на прошлой неделе. Ну, могу просто сказать, что это «а-и-а-эс-а-а-авонтс-авэз-онт», это как пишется. А теперь мы правильно произносим. «Жэ-э-тэ», «тюа-э-тэ», «иля-э-тэ», «э-ля-э-тэ», «ну-завон-э-тэ», «ву-завэ-э-тэ», «илзон-э-тэ», и если бы было бы «эль» множественно, я бы сказала бы «эль-зон-э-тэ». И давайте вместе. Я побывала в магазине, я скажу «Жэ-э-тэ» dans le магазin. Ты побывала, например, на выставке «Тюа-э-тэ» à la exposition и так далее. Так, ну что, переходим к моему также любимому времени, про который я постоянно говорю. Это «фитюр сэмпл». Что я сделаю? Здесь опять «этра» будет переводиться, то есть «я буду», «ты будешь», «он будет» и так далее. То есть у нас «этра», повторюсь, не переводится только в настоящем времени. То есть нельзя сказать «я есть в магазине», мы так не говорим «я в магазине». И как вы видите, что здесь не слышится глагола «этра», поэтому «ты, например, в парке». То есть это уже другие предложения, и такая вот у нас магия только в настоящем времени. А во всех остальных временах «этра» слышится только так. И в данном значении здесь у нас «я буду», «ты будешь», «он будет» и так далее. А здесь всё легко. Как я говорила, что визитная карточка будущего времени – это буква «р». То есть мы обычно копируем глагол, берём «этра», допустим, но здесь нельзя. Он исключение, он будет именно «сэр», и мы должны везде написать «сэр», 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 а потом добавить наши знакомые уже окончания «аи», «а», «с», «а», «а», «онс», «эз», «онт». Что это значит? Это практически глагола «voir», только если «ну» и «ву» немножко подредактировать. Тут как всегда «онс», «е», «з». Как же это произносится? «Же сэрэ», «ту сэра», «иль сэра», «эль сэра», «ну сэрон», «ву сэрэ», «иль сэрон». И теперь мы переходим непосредственно к предложениям, где у нас être не переводится. Вот вам фраза. Книга на столе. Как вы видите, что я не вижу здесь глагола. То есть я просто вижу книга на столе. То есть действие, как будто в русском варианте, оно отсутствует, его нет. Именно в таких предложениях спрятан глагол être. То есть иными словами, когда мы в предложении не находим глагола, его нету в переводе. Значит, здесь нужно поставить être. Le livre est sur la table. Le livre est sur la table. Молодцы. Далее. Платье в шкафу. Я опять не вижу этого глагола. То есть нету действия, как будто платье в шкафу отсутствует в переводе. Но мы пишем здесь être, потому что мы уже знаем эту хитрость. La robe est dans l'armoire. La robe est dans l'armoire. Превосходно. Еще одна, еще один нюанс. Мы на работе. Опять нету действия. Как будто вот мы дальше на работе. И даже по словам отличается. Nous sommes au travail. Мы все равно напишем être. Потому что мы как бы присутствуем на работе. Но присутствовать – это уже другой глагол. Это уже как перефразировали. Нам нужно именно сказать мы на работе. Вот если мы скажем мы были на работе, как я говорила, что это другое уже время. Во всех прошедших, в будущих, в прошедших, в будущих это переводится. А вот в настоящем его нет. Он как будто отсутствует. Но на самом деле мы должны его написать. Nous sommes au travail. Nous sommes au travail. Так, далее. Еще распространенная у нас ошибочка – это когда мы говорим про цвет. То есть, когда есть какой-то цвет, и нам нужно что-то сказать. Здесь тоже всегда присутствует глагол être. Например, роза красная. Я не скажу просто la rose rouge. Если я просто говорю красная роза, то есть не роза именно есть красная, а просто, допустим, красная роза, я скажу просто la rose rouge, например, то есть, или я люблю красную розу, например. Je me le rose rouge. То есть, когда у нас в русском варианте перевод, то есть, предлагательное в переводе стоит впереди, как мы привыкли. Красная роза. Там, например, белый дом и так далее. А если роза красная, мы говорим la rose rouge. То есть, опять, нету как будто глагола, но нас не обхитрить, мы должны поставить. Далее продолжаем. Ручки синие. Опять работаем с цветом. Здесь какая загвоздка? Ну, множественное число, да, мы видим. И опять глагол как будто не переводится. Его нету, он отсутствует. Значит, мы скажем просто ручки синие, но мы всё равно напишем глагол être. И он будет во множественном числе. Мы скажем les stilus sont bleus. Понятно, откуда взялось «сом». Потому что, когда есть цвет, обязательно нужно поставить глагол être. Это всегда так будет. Les stilus sont bleus. Идём далее. Как же сказать, какого цвета? Тоже распространённый вопрос, где нужно употреблять глагол être. De quelle couleur est la table? Какого цвета стол? De quelle couleur est la table? Можно потренироваться с другими вещами. Какого цвета роза? De quelle couleur est la rosa? Какого цвета, например, карандаши? А вот здесь, правда, будет загвоздка. Какого цвета карандаша? Мы скажем, de quelle couleur sont, например, les crayons. Откуда взялось «сон»? Это когда множественное число, мы ставим «сон». Но самое главное – присутствие глагола «être» обязательно. И на закусочку. На закусочку есть такая вот, как сказать, дилемма. Различие «être» и «илия» – оборота. Значит, оборот «илия» я записывала в своём Телеграм-канале. Если вы ещё не подписаны на Телеграм-канал, пожалуйста, переходите. Я буквально недавно разбирала оборот «илия». Простыми словами, сейчас я расскажу, что такое «илия», и вы не запутаетесь, поймёте. Но если углубиться, как поставить в отрицательную форму, как задать вопрос, мы это всё разбирали в Телеграм-канале. Итак, различия «être» и «илия». Ведь «être» быть и «илия» как будто быть, ну, «илия» имеется, например. Так вот, я сейчас объясню, где что именно ставится. Для начала мы познакомимся с оборотом «илия». «Илия» ставится в предложениях, которые начинаются с предлога. Что это значит? Какие-то примеры. Например, на кухне есть холодильник. Как вы видите, что у меня предложение идёт именно с предлога. На кухне находится холодильник. Или, например, в шкафу есть вещи. Или на столе есть тетради. То есть вот это вот всё, оно именно говорит о том, когда есть предлог в начале предложения, поставь оборот «илия». И всё, больше ничего не нужно. В данном значении «дан ля кюзин илья ля фриго». «Дан ля кюзин илья ля фриго». Замечательно. Тут всё просто. Когда есть предложение с предлога, поставь оборот «илия». Далее. А вот «être», который в настоящем времени никак не переводится, мы можем опять его спутать, потому что если другие времена, прошедшее, будущее, быть-то слышно, то есть как бы тут не без вариантов, «être» ставится в предложениях, где глагол не переводится и никаких предлогов в начале нет. То есть я взяла ту же самую фразу «холодильник в кухне», на кухне, допустим, да? То есть не на кухне есть холодильник, как с предлога у нас начиналось, а именно «холодильник на кухне», то есть у нас главный холодильник. «Ля фриго» и «дан ля кюзин». Откуда взялось «э»? Потому что мы обязаны поставить «э». Не переводится глагол, но мы его употребляем. «Ля фриго» и «дан ля кюзин». Я рада, что вы посмотрели мой урок. Если он вам понравился, поставьте, пожалуйста, лайк. Я желаю вам отличного настроения. Ну и, конечно же, я рекомендую вам перейти в Telegram-канал, где тоже вышел урок с «être». Я разобрала устойчивые выражения. Мы с вами там их разберем. А также, если вы хотите посмотреть остальные уроки, которых очень уже много накопилось и которые выходят на постоянной основе, тоже переходите в Telegram-канал. Я оставлю ссылочку на Telegram-канал в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Ну что же, а мы с вами увидимся. Пока. Пока. Ага, вамoly! Продолжение следует...